Ну что, чуваки, страшилки? Продолжаем, да! Кто не успеет поставить лайк за три секунды, того сожрут сегодня ночью монстры. Да, три! Я не шучу, два! Призраки! Я вас приду, я ждал один! Давай! Ставь быстрее, иначе будет страшно! Ставь быстрее! Укутывайтесь, ребята, я взял чипсончики. Сегодня у нас страшная история, подписывайтесь на автор. Давайте его поддержим, сегодня у нас... Обалденная история, вы просили, вы просили. Кто тебя спрашивает, кто тебе пишет? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на телегу, чтобы вообще не потеряться. Укутывайтесь. Самое главное, без этого никак. Какой балдер! Саживайтесь, поехали. Ааа, как страшно! Свинтус придет! Это прям как я. Прогоняя у себя в голове образ того, кем напугала ребенка строгая мать. Я уверен, у всех такое было. Вот моего лучшего друга, с которым мы до сих пор в очень хороших отношениях, мама пугала Дукалисом. Из всем известного сериала «Менты». Хрен знает, почему он так его боялся. Но он очень боялся. И при малейшем воспоминании о нем, он очень быстро успокаивался и вел себя послушно. Меня вот в детстве пугали с Винтусом. Странно, да? Вот и мне странно. До жуки боялся его, как мелкий был. Капризничаю, устраиваю истерики. Не беда. Бабушка как глянет на меня своим строгим взглядом. Вот как будто сейчас перед глазами, вот так помню. И как не менее строгим, чем идет взгляд голосом. А ну успокойся, сейчас Свинтуса позову. Я моментально приходил к себя. Цыганям отдам. Больше не хотелось капризничать, чего-то просить и так далее. Хотелось спрятаться в самый дальний угол комнаты и так сидеть. Думая, что я в безопасности. И рисуя у себя в голове этого самого Свинтуса. Как только я его не представлял себе. Образов было безумно много. Но почему-то все-таки рисовался образ свиньи с головой какого-то уродливого человека. Немного повзрослев, я узнал, откуда это все-таки пошло. А все потому, что дед мой, царствие ему небесное, работал на свиноферме. Ну и сами понимаете, в принципе, откуда взялась такая вот столь странная пугалка. Тогда, с десяток лет назад, меня каждое лето отправляли на каникулы к бабушке. И все три месяца я наслаждался природой, домашними продуктами, любовью и теплом бабушки и дедушки. Ну и, конечно же, ежедневными гуляниями с сельскими товарищами. Но, не дай бог, я переступлю порог дома после десяти вечера. То получение посраки удара прутком мне не избежать. Да, бабуля у меня была либо добрая, либо злая. У среднего не было. А дед меня постоянно защищал от нее. Не могу вспоминать это без улыбки на лице. Но все же, взрослея, меня все равно загоняли домой до десяти вечера. Да и замечать я начал тогда, что я не один иду домой именно в это время. Все мои друзья и подруги также бежали по своим домам в одно время, как по свистку. И, глядя в окно, выпивая сладкий чай с бабушкиными пирожками, не видел ни одной живой души. Так проходил почти каждый мой вечер в гостях у старичков. И вот в один из таких вечеров у нас завелся разговор с бабушкой. Ба, а почему в десять часов все разбегаются и нет на улице никого? Ведь это же не ночь еще. Внучек, делая глоток чая, поспешила ответить бабушка. А потому что с Винтуса все боятся. Вот и уходят по домам. С улыбкой проговорила бабуля. С Винтуса? А он ночью приходит что ли? Ну конечно, но если себя плохо будешь вести, то и днем придет, коль позвать его. А почему он ночью приходит? Ну как почему? Вновь взяв чашку в руку, сказала бабушка. Ищет непослушных тех, кто домой не явился. И уносит с собой на свиноферму. Там, далеко за нашим селом. И жирает. Ого. А что с ними там делают? Я не знаю, внучек. Ничего хорошего, уверяю тебя. Ага. Внезапно бабушка, как будто что-то вспомнив, крикнула моему дедушку. Сергей! Оу! Послышалось с комнаты, где громко работал телевизор. Ты окна все закрыл? Двери? Да, все закрыл. И занавески задернул. Не переживай. Ну хорошо тогда. Бабушка заметно взволновалась. Это я сейчас вспоминая это все понимал. А тогда малой был. Толком внимания на это и не обратил. Лишь спросил, зачем занавески задернули. На что бабушка ответила следующее. Чтоб кто попал, а не заглядывал. И натянув улыбку на серьезное лицо, она обернулась на спальню. Встала из-за стола и проследовала в нее. А я же укусил горячий пирожок, запив его чаем, вытер рот и встал из-за стола. Ты покушал уже? Да, бабушка, спасибо. Очень вкусно было. На здоровье, золотца. Постельку сейчас постелю. Иди пока, сполоснись. Многие, я думаю, знают, как в те времена в деревнях все мылись. Ставился большой тазик, кипятилась вода на печке и разбавлялась в этом тазике с холодной. Это все делалось на крыльце. Бабушка уже успела разбавить воду и мне лишь оставалось залезть в тазик и сделать все, что нужно. Не любил я это делать в детстве, но все равно понимал, что мыться нужно, иначе завоняюсь и девочкам нравиться не буду. Так вот, пошел я тогда на крыльцо. Точнее... Главное, девочкам нравится. База? Правильнее будет сказать веранду, да. Там на полу уже стоял тазик с тепленькой водой. Бабушка знала идеальную температуру воды для меня и всегда у нее получалось ее достигать. Я разделся и залез в тазик. Там на улице разбушевался жуткий ветер. Он пугал меня. Взял мыло и только думал намылиться, как на улице раздался звук. Как будто кто-то очень быстро пробежал в сторону огорода. Я застыл, вырынив мыло на пол. Вслушался. Думал ветер шумит, но нет. Звук повторился вновь. Только уже с огорода к веранде. Но теперь я увидел в небольшое окошко. Отчетливо увидел, мне не показалось. Как кто-то пробежал. Быстро, рывком. Завизжав, я накинул труселя и побежал в дом. Что такое, внучек? Чего кричишь? Отложив книгу, привстала со стула бабуля. Бабушка, там на улице есть кто-то. Я видел в окне, пробежал кто-то. Я видел. Сквозь слезы кричал я. Успокойся, ты чего, внучек? Ты слышал ветер на улице какой? Тебе почудилось, поди. А сама стоит и смотрит с опаской в сторону веранды. Потом говорит мне с уже довольно-таки обеспокоенным выражением лица. Иди, внучек, спать. А я приду скоро. Я спал с бабушкой тогда, когда малой был. Хорошо, сказал я и покорно пошел в спальню. Но дверь не закрыл. Лишь занавеску задернул. А сам встал у нее и подслушивал. Бабушка пошла в комнату к деду. И говорят они, значит. Дословно помню этот разговор. Бабушка говорит ему. Опять пришел, наверное. Что ему надо сейчас? А мне почем знать? А с чего ты взяла? Да Сашка прибежал в слезах весь. Видел, бегал кто-то во дворе. А ты оставила ему? Внезапно бабушка не сильно ударила себя рукой по голове. Забыла. Что же делать теперь? Дед смотрел на нее отчаянными глазами. Ну как же так? Ну как, заработалась по дому. Вот и забыла. Он же не уйдет теперь. Я не знаю. Вон ходит. Указала пальцем в окно бабушка. Сейчас попробую ему в окно выбросить что-то. Может уйдет? Дверь лучше открой на веранде. И брось на огород. Он там же привык. Хорошо. Ответила бабуля и пошла в кухню. Дедушка же достал из-под кровати ружье и зарядил в него два патрона. Привстал и пошел за бабушкой. Я же быстренько лег в кровать и укрылся с головой. Типа сплю. О чем это они? Кто такой пришел? И все-таки мне не причудилось. Я действительно кого-то видел. Но кто это был? В голову тогда мне лезло только одно. Свинтус. Хотя я вроде же себя нормально вел. Хотя мало ли. Может сосед пришел. Не знал я тогда. И лишь лежал и ждал. Спать конечно я уже не хотел. Прошло минут пять наверное. Свет в комнате был выключен. И я не в силах ждать встал с кровати и подошел к окну. В которое бабушка как раз и показывала пальцем. А там за пределами двора стоял фонарный столб. С хорошей яркой лампочкой. То есть до нашего двора она тоже доставала. Не сильно. Но все же то что происходило во дворе. Если приглядеться можно было рассмотреть. Так вот уставился я в окно. Как смотрю. А там в дальнем углу двора. Прям у забора сидит кто-то. Большой такой. Из-за ветра я ничего не мог толком услышать. Но видел отлично. Сидит он. Когда вижу свет загорелся в веранде. И открылась входная дверь. Тот кто сидел в углу двора резко поднялся на ноги. И увидев его тень от света из веранды. Да и самого его я думал из сердца встанет. Там на клумбе стоял огромный человек. Да вот только место головы его была голова свиньи. А вместо рук и ног точнее кисти и лодыжек. У него были небольшие копытца. Тело было грязное волосатое. И невероятно жуткое. Я резко прыгнулся, но глазами все еще подглядывал. Что же там происходит? Что же это за существо такое? И вот помню, что это не маска была свиного рыла, а голова этой самой свиньи. Тогда оно потихоньку начало двигаться к дому. Бабушка же бросила что-то замотанное в грязную тряпку на улицу. И прикрыла дверь. Существо же медленно, уже не бегая, подошло к этому свертку. И своими копытцами пыталось развернуть его, мерзко хрюкая. Свет же на веранде не потухал. Именно благодаря ему я во всех деталях увидел весь этот ужас, происходящий во дворе. И все же спустя полминуты примерно, оно развернуло сверток. И начало оборачиваться по сторонам, как будто опасаясь кого-то. И в один момент оно обернулось. Прямо в мою сторону. Я за долю секунды пригнулся. Страшно было тогда до такой степени, что в горле пересохло до покалываний. И все же моя детская глупость сыграла со мной злую шутку. Все еще думая, что он там, я вновь высунулся из-за подоконника. А оно уже было прямо у окна. Прильнуло к стеклу вплотную и уставилось на меня. Я упал на пол. Все тело как будто вмиг парализовало. От животного ужаса я не мог пошевелить даже кончиками пальцев. А то самое покалывание в горле мешало мне крикнуть и позвать вооруженного деда на помощь. А впрочем, это и не понадобилось. Оно начало визжать как свинья и барабанить в окно своими копытами. Окна-то старенькие были в доме. И спустя пару ударов оно разлетелось в дребезги. Я же так же сидел и не шевелился. И внезапно слышу дверь открывается. Влетают дед с бабушкой. Дед меня под руку и в спальню. Бабуля же осталась в зале. Это был последний раз, когда я видел ее. Затем на шторку, закрывающую вход в спальню, брызнула алая жидкость. Это грохот от полностью вынесенного стекла. И крик бабушки, сливающийся с криком этой проклятой свиньи. Дедушка бросился за ней, а я за ним. А во дворе лишь виднелась, как эта свиноголовая тварь. Держа под руками бездыханное тело, бабушки перелазило через забор. Дед же выскочил в разбитое окно. И я, маленький дурак, за ним. Свинья бежала по улице, противно визжа. Дед приложился и выстрелил из ружья. Свинтус упал. А через секунду встал и, как ни в чем не бывало, убежал в темноту. Дед же упал на землю и заорал, что есть силы. И горько заплакал. Я подбежал к нему, пытаясь успокоить, на что тот лишь оттолкнул меня рукой. Я сел рядом и тоже дал волю эмоциям. Просидели так, наверное, целый час. Холодно было до жути. Но терпел я. А дед, наверное, вообще ничего не чувствовал. Затем он встал и подал мне руку. И мы пошли в дом. Прибили на выбитое окно клеенку и сели за стол. Дед. Начал я разговор. Да, внучек. Это был Свинтус? Он самый. Меня пробрало мурашками от его ответа. А почему он пришел? И дед поведал мне историю, от которой я не спал до самого утра. Дальше с его слов. Постараюсь вспомнить дословно, но смысл передам. Я давно работаю, внучек, на свиноферме. И недалеко был у нас скотомогильник. А что это, дед? Скотомогильник? Это место, где хоронят мертвых свинок. Ага. Ну, бывало такое, что свинка заболела и умерла. Ее туда и отвозили. Ну и спустя несколько лет оттуда появился Свинтус. Его заметили люди на полях. Работали себе и тут на тебе идет по лесопосадке. Сначала думали, что разодетый дурачок пугает людей. Но когда начали эти же самые люди исчезать из деревни, тогда поняли, что это какая-то чертовщина. А находили пропавших мертвыми. Далеко за деревней. Даже дальше самого скотомогильника. Много людей он с собой унес. И из фермы, и из деревни. Вот так вот. Меня не слабо напрягала история деда. И ручки мои вспотели от услышанного. Но это еще не все. Продолжил дед, встав из-за стола и поставив на печку чайник. Свинтус этот перестал трогать людей, когда те оставлять начали во дворе какую-то еду. Кто-то картошку варил, да с отрубями мешал. Кто-то мясо какого-то. Не брезгивал и мясом забирал все и не трогал людей. А почему он сегодня пришел, деда? Перебил я его. А потому что бабушка не оставила ничего во дворе. Забыла. Теперь я понял, что это был за сверток. Прокрутил я в своей голове. Вот он и напал на нас. Я думал из-за того, что я выглянул. Пробормотал я. Эй, нет. Он чувствует самого слабого. И на него и нападает. Так бабушка же бросила ему еду. Уже поздно было, наверное. Не знаю. Он уж нападал на нас и не одинажды. Вот я и приобрел ружье. Много раз выручала нас с бабкой. Дед взял в руки ружье и как будто обнял его. Завтра позвоню родителям твоим. Пусть заберут тебя. Он еще раз придет, я уверен. Почему ты уверен, деда? Потому что он придет. Потому что отныне я не собираюсь ничего ему оставлять. Так он же нападет на тебя, дед. Взволнованно сказал я. Не переживай за меня. Усмехнулся дедушка. Все будет хорошо, твой дед обязательно победит. Точно? Конечно. Сказал дед и легонько потрепал мои волосы. И он реально его победит. Будешь чай? Спросил он. Буду. Хотя бы отвыстрел на спину. Дед в чашку и залил его кипятком. До утра мы с ним чаевали и разговаривали. Но про Свинтуса тема закрылась сама по себе. Лишь изредка дед, видимо вспоминая бабулю, пускал скупую мужскую слезу. Шли года. Я взрослел и мне удалось забыть эту жуткую историю. Появились новые заботы в виде учебы, подработки и так далее. Все это время я очень редко посещал дедушку и настал день, когда его не стало. Так стоп, дед победил что ли с Свинтуса? Это произошло три недели назад. Да, прожил он долго после тех событий, почти 10 лет. За это время я был у него несколько десятков раз. Мы также чаевали и говорили по ночам. Но ту жуткую историю ни я, ни дед не трогали. И лишь когда я узнал о его смерти от мамы, я начал копать. И докопался до того, что узнал от мамы жуткие подробности о смерти дедушки. Суть в том, что деда обнаружили мертвым на крыльце, с огромной раной на шее. А во дворе нашли свежие следы от копыт. Думать долго не пришлось. Я же знал, кто за этим стоял. Еще мама рассказала мне, долго уламывать ее пришлось. А ей соседка звонила и рассказала, что видела Свинтуса в тот день. Он и к ним заходил, как всегда. А дед, видимо, забыл, как и покойная бабушка, что-то ему оставить. Или специально не оставил. Он защищался. Рядом с трупом нашли переломанную двустволку и две стреляные гильзы. Вот с этим я жил три недели. Переваривал все в голове до мельчайшей детали. Я не мог спать, есть не мог, потому что знал, что там, в той деревне, ходит нечто непонятное, страшное. То, чего быть вообще не должно в нашем мире. Он десять лет тогда прошел. Но оно есть. Сразу после услышанной новости родители поехали туда. Там же состоялись и похороны. Дом пока что родители решили не продавать. Может, еще не отошли от смерти дедушки. Но вот какой вопрос меня беспокоил. Бабушку ведь он утащил. Куда утащил, не ясно. А деда оставил в доме. И все жертвы его были найдены хрен знает где. Почему он оставил деда дома? Непонятно. Может, он отбивался и при смерти попал с ружья этой твари куда-то. Она и убежала. Ничего не ясно. И сейчас уже несколько дней мною двигает мысль поехать туда. И выяснить всю правду. Да. Завтра родителей дома не будет. Соберусь, оставлю записку и поеду. Как добираться туда, я уже в курсе. Так, а стой будет еще вторая часть. Ничего себе. Ничего себе. То есть, дед. А вот не знаю, кто есть. Десять лет не приходил. Свинтус. А тут бац и пришел. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. О, бабульку жаль. Ребята, Свинтус придет. Вот не придет, если поставить лайк. Ставьте лайк, никакой Свинтус не придет. Ребята, жмите смелее. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на автора. Подписывайтесь на дзен. Подписывайтесь на слегу. Не забывайте о самом плейсе со старошилками. Вам понравится. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Сверху специально вас. А снизу еще одно страшное видео, которое я для вас выберу. Так, и вам понравится. А с вами был, как всегда, я, Раили. Здорово, ребятам. Счастья, успехов. Всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и свои блески. Будьте счастливы. Будьте, конечно, здоровы. Не смотрите старшилки ночью. Увидимся в новых видео. Пока.